Друзья, сейчас перед вами iPhone 11 Pro Max в новом зеленом цвете. Ммм, ну почти. Я знаю, что многие из вас хотят сделать предзаказ на это устройство, и поэтому я просто обязан рассказать то, что не успела Apple на презентации. А после того, как устройство попадет в мои руки и я его протестирую, я сделаю полный обзор и опыт использования. А пока что просто обзор с характеристиками. Привет, у микрофона Саша, и я очень рад вас видеть на канале Apple Explosion. У Apple столько много новинок, что глаза просто разбегаются, поэтому сейчас на очереди iPhone 11 Pro Max, и мы разберемся, что это за устройство, с чем его едят, о чем мне рассказала Apple на презентации, цена, характеристики, обзор, чем же он отличается от iPhone 11 Pro. Поэтому не забывайте про лайк, подписку и колокольчик. А теперь устраиваемся поудобнее и погнали. Кстати, вначале вы видели виртуальную модель новенького iPhone, которую можно заценить на сайте Apple и покрутить этот девайс со всех сторон в очень крутом качестве. Дизайн iPhone 11 Pro Max получил немного изменений. В телефоне яблочная компания использует сочетание из полированной хирургической нержавеющей стали и прочного фактурного матового стекла. Яблоко утверждает, что это самое прочное стекло, которое когда-либо было в iPhone. Логотип компании теперь по центру. Это сделали для того, чтобы соблюдать симметрию на устройстве, потому что у него необычная тройная камера, которая расположена на квадратной платформе. По физическим габаритам iPhone 11 Pro Max превосходит iPhone XS Max. Точные размеры на вашем экране. Сравнение всех размеров вы посмотрите в конце видео. Все кнопки и разъемы остались на своих местах. На нижнем торце разместились решетки динамиков, вставка для антенн и Lightning. Компания не добавила USB-C. Скорее всего, его оставили для следующего поколения. Монобровь на месте, ее размер не поменялся. У Pro Max есть четыре цвета. Золотой, серый космос, серебристый и новый темно-зеленый, который лично мне очень нравится. Под разными углами он смотрится по-разному и что ли переливается немного. Еще Apple незаметно уменьшила выступ квадратной камеры в iPhone 11 Pro и Pro Max. Вот так вот камера выпирала в XS, а вот так вот в 11 Pro. Как по мне, это большой плюс. В смартфоне установлен дисплей Super Retina HDR. Как и в прошлом году, это 6,5-дюймовая OLED-матрица. Плотность пикселей на дюйм 458. Контрастность 2 миллиона к одному. Яркость достигает от 800 до 1200 при просмотре контента в формате HDR. Причем матрица стала потреблять на 15% меньше энергии. Есть поддержка True Tone. Это специальный шестиканальный датчик света. В зависимости от освещения вокруг, он интеллектуально подстраивает температуру картинки. В наличии поддержка всех форматов HDR10, Dolby Vision, а также расширенного цветового пространства P3. Дисплей однозначно отличный и придраться не к чему. Понятное дело, что максимальная прошка работает на базе процессора Apple A13, который стал на 20% быстрее и на 40% энергоэффективнее, чем прошлогодний. Новый процессор оснащен шестью ядрами. Два ядра отвечают за ресурсоемкие задачи, а другие четыре за высокие показатели автономной работы в повседневных операциях и задачах. Это самый лучший процессор в мире на данный момент. Аналогов у него просто нет. Графический ускоритель тоже обновили. Он на 20% быстрее и при этом потребляет на 30% меньше энергии. Такая графика точно справится даже с самыми сложными играми на максимальной графике. Сложные сцены с дополненной реальностью для него тоже не проблема. Ну и еще один приятный сюрприз, о котором тоже не сказали на презентации. Apple на треть увеличила оперативную память в iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Теперь в iPhone 11 4 гигабайта оперативки, а у Pro и Pro Max целых 6 гигов. Подобная память раньше только устанавливалась в самые дорогие модели iPad Pro с 1 терабайтом на борту. Очень важно отметить машинное обучение, за которое отвечает Neural Engine 3. Нейроновый движок серьезно апгрейднули. Он способен выполнять более триллиона операций в секунду. На борту Wi-Fi 6, который дает очень высокую скорость загрузки и минимальную задержку при передаче данных. У него отличные показатели энергоэффективности, более надежная система безопасности и увеличенный диапазон действия. Есть вариант на 64, 256 и 512 гигабайт. Кстати, во всех моделях iPhone 11 стоит чип U1, который дает поддержку нового стандарта сверхширокополосной связи. Из преимуществ технологии низкий уровень энергопотребления, а также очень высокая точность определяемого расстояния до источника сигнала. На презентации об этом ни слова не сказали, но в будущем технология позволит определять местоположение устройств с точностью до нескольких сантиметров. На данный момент этот чип только улучшает работу AirDrop. Можно навести iPhone на нужное устройство, после чего он сразу появится первым в списке. Сейчас Apple активно развивает взаимодействие устройств в экосистеме. Как по мне, добавление такого чипа готовит нас к появлению новых возможностей и новых устройств. Например, брелок Apple Tech, который должны были показать на этой презентации, но так и не показали. Или очки AR, про которые уже есть первые слухи. Если хотите узнать больше про очки от Apple, то просто ставьте лайк. Вот самой главной проблемой iPhone, как по мне, является аккумулятор. Ну потому что у всех к вечеру он по-любому разряжается. Особенно, если вы уже пользуетесь iPhone не первый год. Но в линейке iPhone 11 проблем с автономностью больше нет. Apple ни слова не сказала про объем аккумулятора, но теперь мы его знаем. iPhone 11 получил 31010 мАч, что на 5% больше, чем iPhone XR. iPhone 11 Pro получил 3190 мАч, что на 10% больше, чем у iPhone XS. iPhone 11 Pro Max получил 3,5 мАч, что на 20% больше, чем у XS Max. Если добавить еще сюда более улучшенную оптимизацию iOS 13, а также более энергоэффективный процессор, более энергоэффективный экран и другие компоненты устройства, то можно быть уверенным в том, что увеличенное время работы, безусловно, сильный аргумент, который все-таки заставит вас купить iPhone 11, а не iPhone XS, допустим. В общем, Apple огромное спасибо за то, что они сделали то, что мы так долго просили. Если верить яблочной компании, то смартфон работает на 5 часов дольше, чем iPhone XS Max. В коробке с новинкой наконец-то идет то, чего мы так долго ждали. Быстрая зарядка на 18 Вт. Ура, теперь можно зарядить iPhone на 50% за 30 минут, и при этом не нужно тратиться на кабель и адаптер. К сожалению, в iPhone 11 быструю зарядку не закинули, а вот в Pro и в Pro Max она есть. Pro Max еще лучше защитили от воды и пыли. Вот его стандарт защиты. Телефон выдерживает серьезные испытания, например, погружение на глубину до 4 метров на 30 минут. Face ID в новом айфончике на 30% быстрее. Apple полностью переделала TrueDepth, что очень увеличило расстояние и угол сканирования. Как результат, телефон можно вертеть как хочешь, а он все равно разблокируется. И то, что бросается в глаза больше всего – три камеры. Это сверхширокоугольный модуль, широкоугольный и телефото. Apple сравнивает возможности новой камеры с профессиональным оборудованием, потому что три камеры дают суперские фото по качеству. Но если бы не софт, который Apple тщательно проработала, то эти модули были бы просто бесполезными. Конечно же, со всеми фишками новой камеры мы подробно остановимся в полном обзоре, который выйдет после того, как я изучу это устройство и оно попадет в мои руки. Качество видео, понятное дело, тоже вышло на новый уровень. Каждая камера способна снимать видео 4К с расширенным динамическим диапазоном кинематографической стабилизацией и при этом в 60 фпс. Сверхширокоугольная камера может очень многое, например, захватить в 4 раза больше изображения. Это делает фото более качественными с близкого расстояния. Поддержка ночного режима и фокус пикселс тоже в наличии. Также в твиттер уже появился первый снимок, который показывает реальные возможности ночного режима. Эти фото загрузила модель Кокороша. Она уверяет, что за этот твит ей никто не платил и попросила не спрашивать ее о том, где она достала новый айфончик, продажи которого еще не начались. В общем, его по-любому дала Apple, ну а кто еще? Ну да ладно, давайте посмотрим на фото. Вот такую фотку сделал айфон 10, а вот такое фото сделал айфон 11 Pro Max с ночным режимом. Разница, как по мне, колоссальная. И если это реально работает так, то, как по мне, это прорыв. В любом случае, совсем скоро мы сделаем реальный тест этой технологии. И чем больше лайков вы поставите на этом ролике, тем быстрее выйдет обзор. Смартфон делает контрастные снимки с естественными цветами в плохом освещении. Появился 4-х кратный зум. Портретный режим тоже обновили, теперь можно выбрать модуль камеры для съемки. Также есть поддержка более широкого угла обзора. В кадр может попасть сразу несколько человек. Вспышка True Tone стала на 36% ярче. В устройстве активно используется машинное обучение для улучшения качества. До конца осени появится алгоритм Deep Fusion, который может обрабатывать снимок по пикселям. Это повысит детализацию и снизит уровень шума на снимках. В iOS 13 специально под iPhone 11 Pro Max изменили приложение камера. Теперь видно область за пределами кадра. И мы имеем полное представление о всей композиции. Фронталочку также прокачали. Добавили широкий угол обзора и поддержку Full HD Slow Motion с частотой 120 кадров в секунду. Видео также можно снимать в 4К с частотой кадров 60 в секунду. Что ж, ценник на этого просто-таки монстра на ваших экранах. Я очень жду ваше мнение по поводу этого устройства в комментариях. Старт продаж 20 сентября, начало предзаказа 18 сентября. Поэтому будьте готовы, друзья. Лично мне этот iPhone понравился больше всего и я, скорее всего, его куплю. Как только это случится, я расскажу про опыт использования на канале. Поэтому не забудьте подписаться. Что ж, это был iPhone 11 Pro Max. Спасибо тебе, что посмотрел это видео до конца. Надеюсь, оно оказалось для тебя полезным. Если это так, то ни в коем случае не забывай нажать на лайк, подписку и колокольчик. 3000 лайков и следующий видос уже на канале. Парень, у меня там еще телеграм есть. Там эксклюзивная информация. Ссылочка в описании. Но только... Думайте иначе. Пока.